Горячая атмосфера на трибунах и нежелание отдавать очки самарские крылья советов провели встречу с факелом в шестом туре РФПЛ. Наглецы из Воронежа такое прозвище получили новички чемпионата, навязали серьезную борьбу дружине Игоря Осенькина. В первом тайме команды изучали друг друга и это зрелище, мягко говоря, не доставило удовольствия футбольным эстетам. Много борьбы в центре поля, высокий процент брака и низкий темп игры. Вот, пожалуй, краткое описание первой 45-ти минутки. После серьезного разговора с тренерами в перерыве ситуация на поле в корне изменилась. На 61-й минуте встречи Максим Глушенков вошел в штрафную соперника, немного замешкался, но в конечном итоге сумел отправить мяч в правый нижний угол ворот Ильи Свинова. Главный тренер факела Олег Василенко моментально отреагировал на изменения в счете и выпустил на зеленый газон Самара-Арены Максима Максимова. Наставник замены не прогадал, нападающий первым касанием отправил мяч в сетку ворот Ивана Ломаева и восстановил равновесие на табло. До конца матча футболисты Крыльев-Советов пытались вырвать у гостей три очка, но Волжан подвела плохая реализация. Как итог, боевая ничья 1-1 и только 10-е место для самарцев в турнирной таблице. По словам Игоря Осенькина, хозяевам поля не хватило сил на финишный штурм. У нас есть определенные проблемы, но мы старались все равно именно победить, а не удержать счет, но тем не менее счет остался таким же. Наставник воронежского факела отметил, что результат игры оказался закономерным и ему не в чем упрекнуть своих футболистов, которые практически полностью выполнили установку на матч и оставили все силы на поле. 1-1 и с учетом того, что мы проигрывали, хорошо и все, двигаемся дальше. Воспитанник самарского футбола Сергей Божин, который сейчас защищает цвета факела, рассчитывал увезти из родного города три очка. У нас скамейка длиннее, мы должны были чуть более быть свежими и, наверное, добиться более лучшего для себя результата. Вот, поэтому, естественно, мы расстроены отсюда уже. Новичок Волжан Владимир Хубулов отметил, что команда находится в хорошем состоянии и готова продолжать борьбу в чемпионате на самом серьезном уровне. Все-таки набираем какие-никакие очки, у нас мало поражений, но хотелось бы побеждать. Надеюсь, в следующей игре сложится удачно. Следующую встречу дружина Игоря Осенькина проведет в столице Чеченской республики, городе Грозном. Местный Ахмат примет на своем поле Волжан в субботу, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok